Итак, коллеги, мы с вами в прошлый раз завершили тем, что обсуждали, как использовать предельный переход для вычислений интегралов, где также применяются гамма и бета-функции. Сейчас я хочу завершить этот разговор, рассказав еще несколько интересных задач, а потом, как я уже в прошлый раз обещал, расскажу, как можно достаточно легко, относительно легко посчитать вторую производную гамму функции в точке 1,2. Это будет использовать также технику предельного перехода. Поэтому эти задачи предваряют то, что будет дальше. Итак, давайте вот мы с вами возьмем такой вот интеграл от нуля до плюс бесконечности, e в степени минус x в степени p и минус косинус от x в степени q. Вот такая задача. Вот смотрите, здесь и экспонента, и косинус с такими сложными аргументами. Однако, тем не менее, этот интеграл все равно считается. Да, считается вот ровно тем же самым методом предельным переходом. Да, значит, вот еще раз давайте посмотрим, что вообще здесь происходит. Значит, здесь гипотетически две особенности, но на самом деле особенности в нуле нет. Она компенсируется, потому что экспонент и косинус в нуле единички. Так что в итоге, какие бы ни были p и q, какие бы ни были p и q, значит, все равно асимптотика числителя – это будет какая-то степенная функция. Какая-то степенная функция, да, p и q, конечно, положительная. Да, какая-то степенная функция. И, естественно, что когда мы поделим на x, то получится асимптотическая степенная функция, у которой показатель знаменателя меньше единицы, и все нормально, в нуле будет сходимость. В нуле будет сходимость. Вот, на бесконечности же эти интегралы даже разлучить можно. Интеграл от экспонента, ясно дело, сойдется абсолютно, все в порядке. А вот интеграл от косинус x в степени q делить на x, он сходится условно. Значит, ну, тем не менее, вот все в порядке. Данный интеграл сходится. Вот теперь как вычислить его значение. А вот так. Значит, вот смотрите, что мы делаем. Опять мы, значит, под интегральную функцию берем с параметром и рассматриваем следующую функцию параметра эпсилон. Следующую функцию параметра эпсилон. Интеграл по полупрямой. От е в степени минус x в степени p минус косинус x в степени q. И все это мы делим на x в степени 1 минус эпсилон. И тогда исходный интеграл, исходный интеграл, это и есть предел. При эпсилон, стремящемся к плюс нулю, f большое от эпсил. Вот и все. Значит, вот так. Ну, обоснование предельного перехода здесь достаточно стандартное. Тоже будет равномерная сходимость, все в порядке. И это сделано, опять же, только лишь для того, чтобы данный интеграл можно было не только на бесконечности, но и в нуле разбить в сумму. И в итоге мы сведем наш интеграл к сумме интегралов, которые вычисляются через Эйлеровы интегралы. Давайте это проделаем. Итак, f от эпсилон равно интеграл по полупрямой от e в степени минус x в степени p делить на x в степени 1 минус эпсилон и минус интеграл по полупрямой косинус x в степени q делить на x в степени 1 минус эпсилон. Значит, что дальше? Дальше, естественно, в каждом из интегралов делаем свою замену, чтобы в показателе экспонента и аргументом косинуса являлась просто одна буква без всяких комбинаций. Значит, выполняем соответствующие замены. Значит, в первом интеграле x в степени p обозначаем буквой t. В итоге здесь получается 1 делить на p. Интеграл по полупрямой. Пределы сохраняются при такой замене. Значит, здесь будет t в степени значит, эпсилон делить на p без единицы e в степени минус t dt. А тут будет 1 делить на q, интеграл по полупрямой, значит, косинус t делить на t в степени значит, на t в степени единица минус эпсилон делить на q. Вот так. Проверьте, не ошибся я тут нигде. Вот получились у нас с вами вот такие интегралы. Да, теперь, естественно, это просто гамма-функция. А вот этот интеграл, я рассказывал, как он считается. Не так просто он считается, но тоже он выражается через гамма-функцию. Давайте подставим. И получится, что функция f от епсилон окажется выраженной через специальные функции. Вот следующим образом. Это 1pt умножить на гамму от епсилон делить на p. А тут будет минус π делить на 2q. На 2q гамма от единицы минус эпсилон делить на q и косинус π пополам умножить на единицы минус эпсилон делить на q. Вот такой вот получился ответ. Такой получился ответ. Ну, конечно, его сейчас можно упростить. Мы сейчас это все проделаем. Но цель какая? Для чего мы будем упрощать? Наша задача, конечно, вычислить предел при епсилон, стремящемся к плюс нулю. Вот этого выражения. Так. Но опять давайте мы с вами вспомним, что есть такая формула дополнения гамма от x на гамма от 1 минус x это есть π делить на синус πx. Соответственно, первое слагаемое, но оно уже и так простое, переписываем его, гамма от епсилон делить на p. А вот здесь мы вот что проделаем. Значит, смотрите, гамма от 1 минус епсилон делить на q мы выразим через гамму от епсилон делить на q по формуле дополнения. Значит, что у нас тут получится? Значит, в итоге π сократится, а в числителе будет гамма от епсилон делить на q и умножить на синус π епсилон делить на q. В знаменателе будет 2q, а тут по формуле переведения просто синус π епсилон делить на 2q. Отлично. Давайте дальше. Теперь ясно, что вот эти синусы сокращаются и остается просто косинус в числителе. Итого получается 1 на p гамма от епсилон делить на p минус 1 на q гамма от епсилон делить на q и умножить на косинус π епсилон делить на 2q. Делить на 2q. Ну, все. Ну, теперь осталось уже для такого простого выражения вычислить предел. Естественно, мы здесь воспользуемся асимптотическим разложением, о котором я вчера говорил. Да, это гамма от x. Это есть 1x-ая минус гамма и плюс о большое от x при x, стремящемся к нулю. Значит, плюс о большое от x при x, стремящемся к нулю. Все, подставляем сюда и у нас получается здесь 1p умножить на p делить на епсилон p делить на епсилон минус гамма и плюс о большое от епсилон. Так, это первое слагаемое. Второе слагаемое минус 1 на q здесь будет q делить на епсилон минус гамма плюс о большое от епсилон. Ну, а косинус тривиально раскладывается это единица и просто плюс о большое от епсилон в квадрате. Единица плюс о большое от епсилон в квадрате. Ну, и смотрите, главные члены сокращаются. Здесь будет 1 на епсилон и тут 1 на епсилон. И в итоге остается константа и плюс бесконечно малая. Ну, давайте так и выпишем. Итак, получится гамма умножить на 1 qt минус 1 pt и плюс бесконечно малая у него большой от епсилон. Ну, вот и все. Ну, и как следствие, ответ в данной задаче вот давайте я вместо этого предела сюда подставлю ответ. Значит, получается гамма умножить на 1 pt минус 1 qt. Вот таким образом мы убедились, что любые комбинации, неважно, тут экспоненты вычитаются, косинусы или что-то смешанное, все равно получается один и тот же ответ. Бывают ситуации, когда сам интеграл не считается, но вот в комбинации с каким-то другим интегралом получается элементарный ответ. Ну, с такими ситуациями мы уже сталкивались, когда мы что-то складываем и сокращается неэлементарная составляющая. Ну, и вот давайте я парочку еще таких задач расскажу, где тоже используется предельный переход. Кстати, эти задачи, их результаты часто на практике возникают. Так что вообще полезные интегралы. Итак, вот давайте напишем, о чем речь. Интеграл значит, от нуля до единицы 1 минус e в степени минус x делить на x dx. Вот такой интеграл, ну, конечно, он не берется. Не берется, смотрите, тут экспонента, x в знаменателе, ничего не получится. Особенности у него нет, это собственный интеграл, потому что в нуле все в порядке, предел равен единице при x, стремящемся к нулю. Но вот если из него вычесть еще один интеграл, который не считается, а вот именно е в степени минус x делить на x, то вот будет все в порядке. Да, ну смотрите, на самом деле, если так внимательно посмотреть, то это просто подправленный интеграл от е в степени минус x делить на x. Да, вот посмотрите, в чем тут дело. Дело в том, что просто от нуля до плюс бесконечности интеграл е в степени минус x делить на x написать нельзя, потому что в нуле будет плохо. А вот этот интеграл нельзя написать на бесконечности, потому что на бесконечности экспонента исчезает, а единица останется, будет особенность 1х. То есть так вот склеить эти два интеграла в один не получается. Но на самом деле это все, конечно, куски одного и того же интеграла, и вот именно поэтому он так вот совместно и считается. Но понятное дело, что очень хочется экспоненту отправить вот сюда и поставить тут пределы от нуля до плюс бесконечности. Вот это, конечно, нельзя делать. Да, давайте я напишу. Вот смотрите. Вот если бы так было, да, так, е в степени минус x делить на x dx. Ну вот смотрите как, замечательно. И тут легко все считается логарифм, да, а тут, ну, как бы гамма-функция. Конечно, такой нет, это гамма-функция в нуле. Так делать нельзя. Но опять, если очень хочется, то можно. Просто надо найти способ, как сделать так, чтобы вот это преобразование было допустимым. Да, я вот тут зачеркну, это невозможное преобразование, конечно, это не так. А всего лишь что надо сделать? Вот смотрите, что нам мешает такое преобразование сделать? Да только лишь неприятность в окрестности нуля. И эту неприятность можно обойти следующим образом. Давайте введем функцию параметра опять. f от эпсилона. И опять у нас будет интеграл, в знаменателе которого будет стоять степенная функция чуть лучше, чем первая степень. 1 минус эпсилон до x. И здесь минус интеграл от единицы до плюс бесконечности e в степени минус x делить на x в степени 1 минус эпсилон. Легко проверить, что и в данном случае предел и интеграл коммутирует. Давайте посмотрим. Вот этот интеграл вообще собственный. Вообще собственный. То есть здесь никаких проблем нет. Просто непрерывность по совокупности переменных и все. Больше ничего не надо. А этот интеграл не собственный на бесконечности. Но как может это эпсилон повлиять вообще на сходимость, когда здесь правят экспоненты все равно? Поэтому конечно равномерная сходимость в окрестности точки 1 имеется. Никаких тут проблем нет. Соответственно я стираю то, что неправильно и пишу то, что теперь правильно уже абсолютно. Что наш интеграл есть предел при эпсилон стремящимся к плюс нулю f от эпсилон. А f от эпсилон вот тут уже мы можем осуществить требуемую перегруппировку. Давайте вот так и напишем. Интеграл от нуля до единицы dx делить на х в степени эпсилон. Вот. Смотрите, этот x в степени 1 минус эпсилон, конечно, 1 минус эпсилон. Эта функция уже не так плоха, как 1x. Интеграл от нее сходится. Все в порядке. А эту экспоненту отправим сюда и пределы будут по полупрямой. От нуля до плюс бесконечности е в степени минус x и делить на x в степени 1 минус эпсилон. Вот так. Замечательно. Абсолютно законное преобразование, никаких здесь проблем. Вычисляем каждый из интегралов. Первый интеграл это очевидно, что такое. Это просто единичка делить на эпсилон. На все эти случаи проверьте, чтобы я ничего не перепутал. Первый интеграл это единичка делить на эпсилон. А второй интеграл это просто гамма от эпсилон. Вот и все. Итак, разность единица на эпсилон и гамма от эпсилон. Так. Что дальше? Что дальше? Все то же самое. Раскладываем гамма функцию. Раскладываем гамма функцию. Получается единица на эпсилон минус единица на эпсилон плюс гамма плюс О от эпсилон. Главные части уходят, остается гамма плюс О от эпсилон и тем самым ответ в данной задаче гамма. Похожую задачу давайте сделаем. Я даже наверху ее оставлю. Опять такой же трюк можно проделать с косинусом. оставлю наверху задачу, чтобы было удобно сравнить. Итак, интеграл от нуля до единицы 1 минус косинус х делить на х до х и минус интеграл от единицы до плюс бесконечности косинус х делить на х. Понятно, что синусом такого делать не надо. Если бы был интеграл от синус х делить на х, он бы сходился и в нуле тоже. Интеграл сходимость а в нуле сходимости не будет. Поэтому мы кусочек с нулем должны вырезать и косинус компенсировать единичкой. Но опять это все две части одного целого и именно в целом вот это выражение вычисляется как предел при эпсилон стремящемся к плюс нулю опять функция f от эпсилон которая получается введением параметра в знаменателе. Давайте это сделаем. f от эпсилон это есть интеграл от нуля до единицы 1 минус косинус х делить на х в степени 1 минус эпсилон минус интеграл от единицы до плюс бесконечности косинус х делить на х в степени 1 минус эпсилон и теперь все то же самое вот смотрите здесь интеграл от единицы минус косинус х делить на х на сумму двух интегралов бить бить нельзя потому что особенность знаменателя с лихвой компенсируется в числителе 1 минус косинус х это порядка х квадрат 0 поэтому никакой особенности здесь нет но при попытке разделить особенности будут не интегрированы а здесь все можно здесь все можно поэтому все то же самое делаем тут остается интеграл опять от х в степени от единицы делить на х в степени 1 минус эпсилон так и вычитаем интеграл уже от нуля до плюс бесконечности косинус х делить на х в степени 1 минус эпсилон так замечательно и опять каждый из этих интегралов считается первый это просто 1 на эпсилон а второй интеграл это будет вот что такое это будет пи делить на 2 гамма от 1 минус эпсилон косинус пи пополам умножить на 1 минус эпсилон ну и также преобразовывая при помощи формулы дополнения второе слагаемое получаем следующее 1 на эпсилон минус гамма от эпсилон и умножить на косинус пи пополам эпсилон я не стал повторять рассуждение ничего сложного нет и опять выписываем асимптотику 1 эпсилон остается слева а тут а тут будет вот что 1 на эпсилон минус гамма плюс о большое от эпсилон так ну вот здесь давайте продолжим и умножить эту скобочку 1 плюс о большое от эпсилон в квадрате ну и после раскрытия скобочек и сокращения главных частей получаем гамма плюс о большое от эпсилон ну и опять как следствие переходя к пределу при эпсилон стремящемся к нулю получаем ответ гамма ну конечно везде гамма возникает куда от него можно деться потому что это и есть производная гамма функции в точке 1 ну и вот уже обсудив достаточное количество задач с предельным переходом мы можем переходить к самому интересному а именно к вычислению гамма функции производной гамма функции уже второй в точке 1 2 да ну вот уже раз мы вчера обсуждали что даже вторая производная в точке 1 уже сложнее считается чем первая производная в точке 1 ну и уж конечно в точке 1 2 тоже тут не может быть совсем простого метода но еще раз повторю есть конечно очень сложные методы использующие общую теорию достаточно сложные общие формулы представления для производной гамма функции но мы сейчас обсудим вопрос как же это посчитать элементарными методами да и так значит постановка задач найти гамма два штриха в точке 1 на второе вот это наша задача что мы знаем что мы знаем давайте выпишем гамма штрих от 1 это минус гамма это мы уже считали гамма 2 штриха от 1 это гамма в квадрате плюс пи в квадрате на 6 и наконец производная гамма функции в точке 1 вторая в точке 1 вторая мы в прошлый раз посчитали это будет минус корень из пи и умножить на гамма плюс 2 логарифма двойки если нигде не перепутал то все так ну и давайте я напомню как мы все это дело считали чтобы можно было оценить траекторию для второй производной значит гамма производную гамма функции в точке 1 первую и вторую мы считали используя тот факт что именно в точке 1 интеграл зависящий от параметра который представляет гамма функцию значит там как раз пропадает степенная функция поэтому надо посчитать интеграл от экспонента умноженной на логарифм или логарифм в квадрате ну и в общем это делается это делается не совсем просто но вот делается если если брать производную в точке 1 вторая то к сожалению в интеграле остается три функции и вот такой непосредственный подсчет не приводит к ожидаемому результату вот и вот в связи с этим что же мы обсудили как вычислить интеграл от гамма штриха от 1 второй а вот для этого был рассмотрен вспомогательный интеграл от нуля до пи пополам от логарифма синус х и этот интеграл был вычислен двумя способами первый способ совершенно элементарный не требующий никаких спецфункций а просто неких преобразований линейных замен свойств триггантерических функций и все а второй способ уже напрашивается после того как мы познакомились с эйлеровыми интегралами всюду где возникает логарифм это значит производная по параметру от показательной функции где параметр стоит в показателе вот и вот вычислив двумя способами такой интеграл мы нашли производную в точке 1 на вторая похожим образом мы поступим и для второй производной но только интеграл будет чуть-чуть сложнее вот конечно весь ключ именно в том какой взять интеграл это самое трудное давайте рассмотрим вот такой интеграл кстати будет очень похож на интеграл от логарифма синуса но чуть-чуть мы его испортим логарифм синуса x и делить на косинус x вот такой вот любопытный интеграл на самом деле мне кажется он сам по себе любопытен что он считается вот это сам по себе факт интересный но вот давайте посмотрим что это такое как он устроен да это конечно не собственный интеграл и уже с двумя особенностями если вот у этого интеграла посмотреть тут особенность только в нуле причем ну она такая очень слабенькая особенность в нуле логарифмический рост и все а в точке пи пополам здесь все в порядке то вот этот интеграл уже имеет две особенности значит особенность в нуле сохраняется да косинус не помогает не мешает в нуле можно считать что его нет вот а вот в точке пи пополам ну тут не то чтобы совсем особенность ее на самом деле не будет но с этой точкой уже не все так ясно да значит смотрите в окрестности точки пи пополам косинус обращается в ноль знаменатель и числитель в ноль обращается ну и вот если внимательно посмотреть то и тут и тут особенности компенсируются давайте просто это проделаем да значит и так смотрите косинус х при х стремящемся к пи пополам при х стремящемся к пи пополам давайте прям сделаем замену да может быть вместо косинус х рассмотрим косинус пи пополам минус т да и т будет у нас стремиться к плюс нулю плюс нулю да вот значит тогда если х к пи пополам минус ноль стремится то т к плюс нулю и вот давайте посмотрим что тут будет а вот здесь будет синус т и асимптотический знаменатель это просто т а в числителе что у нас давайте посмотрим ну т или то же самое давайте к x вернемся то же самое что пи пополам минус х итак главный член асимптотики в окрестности пи пополам это пи пополам минус х то есть первый порядок первый порядок в знаменателе в числителе что логарифм синус х это есть логарифм синус пи пополам минус т это есть логарифм косинуса т да и это асимптотический равен есть минус т в квадрате пополам ну или минус пи пополам минус х в квадрате пополам то есть как мы видим знаменатель компенсируется числителем с запасом все в порядке все в порядке значит при х стремящемся к пи пополам наша функция даже бесконечно малая не то что ограниченная значит никакой особенности нет но это так кажется что ее нет она сейчас конечно появится сейчас конечно появится вот значит и так разобрались что этот интеграл сходится сходится ну и конечно эта функция очевидно не элементарная но вот самое интересное что он считается и мы его посчитаем сразу двумя способами вот и отсюда все получим ну давайте я вот эти выкладки сотру которые доказывают что интеграл сходится это не так интересно вот хотя допускаю что даже эта задача может вызвать затруднение вот но значит сейчас мы сосредоточимся на самом интересном и начнем этот интеграл вычислять конечно здесь для того чтобы вычислить такой интеграл нет элементарных вот совсем методов которые не используют каких-то сложных подходов но задача более трудная естественно но тем не менее давайте приступим к выкладкам итак первый раз как обычно мы попробуем этот интеграл посчитать без использования спецфункций как нибудь постараемся без этого обойтись но ясно как давайте как-то разберемся с этим косинусом в знаменателе не хочется чтобы тут какие-то тригонометрические функции были но стандартная процедура как избавиться от тригонометрических функций давайте этот косинус перенесем в числитель будет интеграл от нуля до пи пополам тут будет косинус х на логарифм синуса в знаменателе будет косинус квадрат х до х да вот что это нам дают значит в числителе появился косинус и уже есть что заносить под дифференциал значит очевидно что знаменателе косинус квадрат выражается как раз таки через синус поэтому стандартной тригонометрической заменой синус х равно t синус х равно t мы наш интеграл сводим к интегралу не содержащему тригонометрические функции да и так получается вот что получается интеграл от нуля до единички логарифм t делить на 1 минус t в квадрате квадрате это сумма сходящегося сходящегося квадрата вот уже нет никаких синусов и уже здесь понятно как надо действовать Смотрите, t у нас маленькая от нуля до единички, поэтому 1 делить на 1 минус t в квадрате это сумма сходящегося на полуинтервале 0,1 ряда, просто геометрическая прогрессия. Вот давайте так и поступим. Итак, будет интеграл от нуля до единички, а здесь сумма n от нуля до бесконечности, t в степени 2n на логарифм t dt. Вот такой вот агрегат. Значит, ну давайте посмотрим. Конечно, формально это преобразование не совсем законно. Не совсем законно. Но я чуть попозже объясню, что все это можно, конечно, делать. Почему не совсем законно? Ну потому что, конечно, вот степенной ряд, степенной ряд, да еще такой с положительными коэффициентами, ну конечно, он в точке 1 просто не сходится. Уж не то, что равномерно, да. Ну здесь, конечно, сойдется за счет логарифма, но равномерной сходимости в окрестности точки 1, конечно, не будет. Конечно, не будет. Поэтому вот формально это равенство незаконно. Но, однако, как я всегда рекомендую в таких случаях решать задачи, давайте сначала посчитаем, а потом подумаем, надо ли вообще обосновывать. Вдруг ничего не выйдет. Тогда зачем обосновывать возможность коммутации интеграла и суммы? Вот. Значит, ну давайте, тем не менее, значит, переставляем. Итак, вот это преобразование, вот это преобразование пока под знаком вопроса. Значит, почему еще раз? Потому что интеграл и сумма коммутируют, гарантированно коммутируют, только в случае равномерной сходимости. Значит, если сходимость неравномерна, то может коммутируют, может нет. В данном случае коммутируют, но доказывать это надо будет отдельно. Итак, давайте посчитаем. Значит, будет сумма n от нуля до бесконечности интегралов от нуля до единички t в степени 2n логарифм t dt. Значит, ну такой интеграл, конечно, легко считается. И, конечно, считается в том числе и элементарными методами, но просто по частям разочек и все. Но мне уж для красоты хочется, раз мы уж изучаем производную, и вот он, логарифм опять возник, то ясно дело, что это производная функции t в степени 2n по n, да, первая производная. Давайте я прям так и посчитаю. Сумма n от нуля, ну мы n временно, конечно, предположим, ненатуральным, это все неважно. Значит, а здесь будет d по dn, значит, от интеграла от нуля до единицы t в степени 2n dt. Я, конечно, немножко небрежно пишу, но это, я думаю, что меня слушатели простят. Момент достаточно тривиальный. Значит, вот смотрите, тут, конечно, n натуральное, когда мы суммируем, а здесь давайте вот пусть. Ясно дело, что если мы этот интеграл продифференцируем по параметру, то как раз логарифм и выскочит, но еще, может быть, 1 вторую надо поставить, да? Значит, сейчас еще раз, значит, да, t в квадрате в степени n мы дифференцируем, и возникает еще двоечка, да, поэтому надо вот тут 1 вторую поставить. Вот так. Значит, все. Теперь данный интеграл, это что такое? Это единичка делить на 2n плюс 1. Так, давайте напишем. Так, равно. Да, равно. Одна вторая сумма n от нуля до бесконечности. d по dn. А здесь единичка делить на 2n плюс 1. Плюс 1. Вот так. Ну, опять не обращаем внимания на то, что n натуральное. Берем производную, а потом она уж точно будет натуральна. Да, значит, производная от этого агрегата равна минус, здесь будет сумма по-прежнему, от нуля до бесконечности, единичка делить на 2n плюс 1 в квадрате. Получился числовой ряд, который, на наше счастье, вычисляется точно. Сумма этого ряда равна π в квадрате делить на 8. Да, значит, получается ответ минус π в квадрате делить на 8. Так, ну все, теперь надо вернуться к этому вопросу. К этому вопросу, иначе незаконно. Да, теперь, раз мы видим, что все нормально, все считается, давайте теперь обоснуем. Ну, а я вот здесь вот в стороночке сейчас это сделаю. Ну, может быть, некий набросок доказательства. Ну, как обычно, в таких ситуациях применяется следующий трюк. Если на всем отрезке перестановка невозможна, значит, надо от проблемной точки отступить. Итак, пишем, что наш интеграл от нуля до единички логарифм t делить на 1 минус t в квадрате dt есть предел при ε, стремящемся к плюс нулю, интеграла от нуля до единицы минус ε в логарифм t делить на 1 минус t в квадрате. Тривиальное равенство, использующее непрерывность интеграла с переменной верхним пределом. Дальше уже на отрезочке 0, 1 минус ε мы раскладываем нашу подинтегральную функцию в ряд, разложение ровно такой же, разложение ровно такой же, и уже интеграл и сумма коммутируют, потому что на отрезке от нуля до 1 минус ε данный ряд сходится, конечно, равномерно, тривиально, просто по признаку Вейш-трассы, как степенной ряд. Итого получается, что это выражение равно пределу при ε, стремящемся к плюс нулю, суммы n от нуля до бесконечности, интегралов от нуля до единицы минус ε, t в степени 2n, логарифм t dt. Я сейчас дальше считать уже не буду, я просто расскажу, что там выйдет. Когда мы посчитаем такой интеграл, когда мы посчитаем такой интеграл, то получится, что в числителе будет некая степень 1 минус ε, 1 минус ε, значит, в степени n, там, что-то в этом духе, или 2n даже, неважно, главное, что выражение всегда не превосходящее единицы, а в знаменателе будет 2n плюс 1 в квадрате. Поэтому данный ряд, вот этот вот ряд уже из интегралов, будет сходиться равномерно по ε на всем отрезке 0,1 по признаку Вейш-трассы, потому что будет мажорироваться именно вот этим рядом из обратных нечетных квадратов. Вот и все. Поэтому предел и сумма здесь тоже коммутируют. Давайте переставляем. Сумма n от 0 до бесконечности, предел при ε, стремящемся к плюс 0, интеграл от 0 до 1 минус ε, t в степени 2n логарифм t dt. Ну и переходя при ε, стремящемся к 0, здесь к пределу, получаем, что вот эта сумма как раз и равна вот этой. Все. Законность предельного перехода обоснована, и задача полностью решена первым способом. Первым способом. Итак, давайте зафиксируем. Зафиксируем. Значит, сейчас я вот здесь сотру, и зафиксирую полученный результат. что вот оказывается интеграл вот такой замечательный от 0 до π пополам логарифм синуса х и делить на косинус х считается и равен минус π в квадрате делить на 8. Вот так. Ну, что же дальше? Что же дальше? А вот теперь мы на наш интеграл посмотрим по-другому. А для этого мы снова вспомним, что там, где появляется логарифм, значит, появляются производные бета-функции. И вот сейчас-то у нас все и появится. Так. Вводим функцию, зависящую от параметра. Значит, смотрите, что надо сделать? Откуда берется логарифм синуса х? Ну, конечно, от того, что мы дифференцируем синус в некой степени. Ну, давайте напишем f от p это есть интеграл от нуля до π пополам синус в степени p делить на косинус х. Правильно? И тогда производной функции p значит, по параметру p будет являться вот такой интеграл от нуля до π пополам синус в степени p х логарифм синус х делить на косинус х dx. И тогда f' в нуле это вот как раз то, что надо. Вроде все так. Так да не так. Конечно, конечно. Вот стандартный путь введения параметра, к которому мы привыкли, здесь невозможен. Невозможен. Конечно, нам хочется, чтобы наш интеграл был производной по параметру от произведения синус на косинус в некоторых степенях. Но степень минус один абсолютно не годится для данной цели. И убрать просто так логарифм здесь нельзя. Он-то как раз и дает сходимость в окрестности пополам. Совершенно верно. Дмитрий Викторович заметил, что тут я пытался вас обмануть. Но значит, что делать? Опять же, как я люблю говорить в таких случаях, если нельзя, но очень хочется, то можно. Но просто надо понять, что делать. Значит, вот такой параметр сразу ввести нельзя. Поэтому в данной задаче необходимо ввести промежуточный параметр. Два параметра здесь будет. Итак, для начала давайте рассмотрим функцию давайте я другой буквы обозначу, чтобы она у нас тут не повторялась. g от эпсилон это есть интеграл от нуля до π пополам логарифм синуса х делить на косинус в степени 1 минус эпсилон х. Вот так. Значит, вот смотрите еще раз, в чем тут дело. Конечно, никакой особенности, я еще раз подчеркиваю, в точке π пополам нет. Более того, как было показано выкладками, в точке π пополам даже вообще эта функция бесконечно малая. Настолько забивает логарифм синуса х в точке π пополам знаменатель. Но ведь мы хотим в перспективе этот логарифм убрать, поэтому нам нужен огромный ресурс, чтобы это сделать. И вот тут мы для профилактики немножечко знаменатель делаем еще лучше. Пусть будет в степени 1 минус эпсилон. И вот теперь наша задача такая. Вычислить интеграл при всех эпсилон. При всех эпсилон. значит больше нуля, естественно. Итак, Зафиксировали эпсилон больше нуля. Все. Теперь эпсилон временно не параметр. Мы его зафиксировали. А параметр вводим следующим образом. Ну давайте h от давайте я с индексом эпсилон как индекс поставлю подчеркнуть, что оно зафиксировано. h эпсилон от p это вот что такое будет. Это будет интеграл от нуля до пи пополам синус в степени px и делить на косинус в степени 1 минус эпсилон x. Вот так. Вот смотрите как какой хитрый ход. Итак, при фиксированном эпсилон положительном все в порядке. Вот эта функция уже корректно определена при всех p у нас в окрестности нуля. Достаточно взять. заведомо. Мы сейчас увидим, при каких p эпсилон тут все определено. Поэтому просто скажем, что при p в окрестности нуля все в порядке. И при любых положительных эпсилон тоже никаких проблем нет. не очень больших конечно, какие-то еще особенности. Хотя может и больших. Сейчас посмотрим. И вот производная по p функции h эпсилон от p я уже не штрихи буду ставить, а чтобы было понятно по какому параметру, потому что параметр это два теперь. Производная функция h эпсилон от p равна вот такому интегралу от нуля до π пополам синус в степени p x логарифм синус x делить на косинус в степени 1 минус эпсилон x dx. Ну, давайте убедимся, что это так. Все-таки важный момент, что тут никаких трудностей нет. Вот посмотрите. что это за интеграл, чем он отличается от интеграла h эпсилон от p. Вот это просто сходится интеграл при нужных значениях параметра p. Ну, если мы отступим от границ, то равномерно по каждому параметру, это известная вещь, это просто бета-функция. этот же интеграл отличается множителем логарифм синус x. Ну, давайте посмотрим, как он вообще влияет на что. В точке 0 это бесконечно большая функция, но такая маленькая бесконечно большая. Синус и косинус имеют степенной рост. поэтому умножение на такую маленькую бесконечно большую функцию ни на что не влияет. А в точке же π пополам это вообще функция только в помощь нам. Потому что, как мы уже видели, у нее второй порядок малости. Поэтому все в порядке. Значит, при тех же π и ε, при которых вот этот интеграл сходится равномерно, и этот же сходится равномерно. Поэтому данное равенство действительно верно. То есть операция взятия производной интеграл коммутирует. Все в порядке. Ну и наконец, что самое важное, производная по π в точке π равной нулю функции h ε от p это как раз функция g от ε. сходится смотрите подставляем сюда p равно 0 синус пропадает пропадает вспомогательный синус и остается просто логарифм sinx на косимус степень 1 минус ε. Вот. Вот это важно. Вот это важно. И сейчас наша задача естественно вычислить функцию h ε от p найти ее производную и тем самым найти функцию g от ε. давайте на этом сконцентрируемся. Для начала находим явный вид функции h ε от p. Итак, h ε от p это просто интеграл от произведения степеней синуса и косинуса. Стандартная вещь абсолютно. Значит, это будет 1 вторая, β вот со следующими параметрами. Параметры такие p плюс 1 пополам так и второй параметр ε пополам. Ну вот, кстати, здесь заодно и видно, какие должны быть p и ε, чтобы этот интеграл сходился. Значит, p больше минус 1, а ε любой положительный. Соответственно, при всех таких p и ε, значит, вот это равенство верно. естественно, что этот промежуток p больше минус 1 содержит окрестность нуля. Естественно, так что все в порядке. Вот. Так, ну что ж, давайте считать, что дальше. Конечно, это не элементарная функция. Сумма аргументов не является целым числом, но тем не менее сейчас у нас все выйдет. и так будет гамма от p плюс 1 пополам, гамма от ε пополам и делить на 2 гаммы от p плюс 1 плюс ε и все пополам. значит, это функция h ε от p. Находим ее производную по p. Еще раз напоминаю, ε пока фиксировано, о нем мы вообще не думаем. Итак, dpdp dpdp h ε от p. что же у нас тут будет. Значит, ну смотрите, сразу еще одна вторая выскочит. Всюду у нас композиции с линейными функциями, где показатель одна вторая. Поэтому так и напишем. гамма от ε пополам делить на 4, а здесь будет дробь. В знаменателе этой дроби стоит гамма в квадрате от p плюс 1 плюс ε пополам. Так. А в числителе будет стоять гамма штрих от p плюс 1 вторая от p плюс 1 пополам умножить на гамму от p плюс 1 плюс ε пополам и вычесть так не поместится. Значит, давайте я вот эту дробь вниз напишу. Тогда влезет. Давайте вот сюда еще раз перепишу. Значит, гамма от ε пополам делить на 4 и умножить вот такая будет длинная дробь. Тут будет гамма в квадрате от p плюс 1 плюс ε пополам. Так. В числителе будет стоять гамма штрих от p плюс 1 пополам. гамма гамма от p плюс 1 плюс ε пополам и минус гамма штрих от p плюс 1 плюс ε пополам и на гамма от p плюс 1 пополам. Я обещал штрихи не писать, но пришлось здесь написать. Значит, штрих, конечно, здесь имеется в виду по p. По p, конечно, потому что ε у нас фиксирован, берем производную только по p. Итак, взяли производную по p при всех p. Что нам осталось сделать? Осталось подставить вместо p 0, чтобы получить жатый ε. Давайте я вот эти выкладки сотру. Они все равно не нужны, они неверные. И здесь давайте мы сейчас с вами выпишем, чему же равна жатый ε. пишем жатый ε. Это значение производной в нуле. То есть вот сюда сейчас всюду вместо p подставляем 0. Получается уже функция от параметра ε. p пропадает. p больше не нужно. Значит, что здесь будет? Гамма от ε пополам делить на 4. Так, здесь будет гамма штрих от 1 второй. Знаем, что это такое, вот оно. Но не будем пока подставлять, потом. Потом. Просто отметим, что это мы знаем. гамма штрих от 1 второй и на гамма от 1 плюс ε пополам минус гамма штрих от 1 плюс ε пополам и на гамму от 1 второй. и все это поделить на гамма в квадрате 1 плюс ε пополам. Вот так. Вот мы с вами нашли выражение для же от ε. Ну, конечно, нет никаких шансов посчитать как-то элементарно это же от ε. только в виде комбинации гамма-функций производных, потому что про ε мы ничего не знаем. Но сейчас нам надо вычислить, напоминаю, предел g от ε при ε стреляющемся к плюс 0. Вот что нам надо найти. Давайте еще раз смотреть. Как только мы ε тут устремим к нулю. И давайте посмотрим, что здесь все в порядке. Вот еще раз. Если мы ε устремляем к нулю, то особенность у этого интеграла только в нуле остается, потому что даже при ε равном просто нулю, особенности в точке π пополам не возникает все равно, потому что мы ε начинаем шевелить только, когда есть логарифм. Вот здесь мы ε не трогали, тут параметром являлось p. Никакой равномерности по ε в окрестности нуля тут, конечно, не может быть. в принципе. А здесь, конечно, все в порядке. Значит, здесь пределы интеграл коммутируют при ε стремляющемся к нулю. Все нормально. И вот нам и осталось посчитать этот предел. И он-то как раз и будет равен значению вот этого интеграла. Ну что ж, давайте сосредоточимся на вычислении вот этого замечательного предела. Ну, конечно, надо немножко уметь считать пределы. Да. сейчас это мы проделаем. Да. Предел, как мы видим, не от неэлементарной функции, тут даже производная гаммафункция есть, но тоже некая задача, которая отнимет кое-какие усилия у нас. Так, итак, считать предел G от эпсилон при эпсилон, стремящемся к плюс нулю. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что вся проблема кроется только в этой разности. Давайте подставим сюда на секундочку эпсилон равно нулю, как обычно это мы всегда делаем. Тут будет тогда произведение гамма от одной второй на ее производную в точке тоже одна вторая и здесь то же самое. Значит, числитель обращается в ноль. А вот этот множитель бесконечно большой в окрестности нуля, естественно, гаммафункция стремится к бесконечности. А вот с этим как раз множителем все просто. Это просто гамма в квадрате от одной второй. Ну, гамма от одной второй это пи, значит, корень из пи, значит, гамма в квадрате просто пи. Поэтому давайте сразу вот здесь перейдем к пределу в знаменателе и в числителе отдельно. Значит, в знаменателе посчитали, будет единица делить на 4 пи. Единица делить на 4 пи. Так, значит, а тут будет предел при эпсилон стремящемся к плюс нулю. Вот давайте я вот эту разность перепишу. Гамма штрих от одной второй, гамма от один плюс эпсилон пополам, минус гамма штрих от один плюс эпсилон пополам и на гамму от одной второй. А вот эту гамму отправлю в знаменатель. И смотрите, гамма от эпсилон пополам в окрестности нуля эквивалентна 2 делить на эпсилон. Вот известное равенство, мы им уже сегодня много раз пользовались. Значит, я просто вот тут пишу эпсилон пополам в знаменатель. Значит, смотрите, неопределенность 0 на 0, причем асимптотика знаменателя первого порядка, значит, и в числителе нам надо выписать асимптотическое разложение гаммы функции до первого порядка. Ничего сложного, давайте выписывать эту асимптотику. Что у нас тут получится? Двойку я сразу сюда отправлю, будет 1 делить на 2пи, здесь будет предел эпсилон стремиться к плюс нулю, а тут сейчас будем выписывать асимптотику. Итак, гамма штрих от 1 2, скобочка открывается, значит, как разложить гамма от 1 плюс эпсилон пополам в точке 0 до первого порядка. очень просто. Это значение нашей функции в нуле, это же дифференцированная функция, значит, значение в нуле, то есть гамма от 1 2, гамма от 1 2. Дальше, плюс значение производной в точке 1 2 умножить на эпсилон пополам. Плюс гамма штрих в точке 1 2 умножить на эпсилон пополам. И плюс О большое от эпсилон в квадрате. Хватит, нам больше не нужно. Так, следующее слагаемое, ну, то же самое, минус гамма от 1 2 в скобочках. Теперь нам надо функцию гамма штрих в точке 1 плюс эпсилон пополам разложить в нуле до первого порядка. гамма штрих тоже дифференцированная функция. Поэтому здесь что у нас будет? Значение при эпсилон равном нулю, то есть гамма штрих от 1 2 и плюс гамма 2 штриха в точке 1 2 и умножить на эпсилон пополам и плюс О большое от эпсилон в квадрате. Вот такое разложение получилось в числителе. Ну а в знаменателе конечно эпсилон. Ну теперь смотрите что тут получается. Конечно константы сокращаются. Смотрите гамма штрих от 1 2 на гамма от 1 2 и тут то же самое гамма от 1 2 на гамма штрих от 1 2 нет его. Дальше О большое от эпсилон в квадрате при делении на эпсилон даст пределе 0. А тут будет некая константа эпсилон сократится это и будет пределом. Давайте выпишем значит сразу чему же будет равен вот этот предел. Итак предел равен единица делить на 2 пи это у нас было перед интегралом так а тут у нас что будет а тут у нас будет вот что 1 2 давайте я сразу 4 поставлю потому что там 1 2 везде за скобочки значит единица делить на 4 пи а в скобочках будет вот что стоять гамма штрих от 1 2 в квадрате значит квадрат первой производной и минус произведение гамма в 1 2 на 2 производной минус гамма от 1 2 на гамма 2 штриха в точке 1 2 вот такой замечательный результат так ну что же получилось это ответ для нашего интеграла вот он ответ это с одной стороны а с другой стороны он тоже ответ значит какое равенство получаем давайте мы его запишем вот здесь так давайте мы его вот здесь запишем так и так получается следующее равенство так следующее равенство что минус пи в квадрате делить на 8 равно единица делить на 4 пи гамма штрих от 1 2 в квадрате и минус гамму от 1 2 умноженную на вторую производную в точке 1 2 ну а теперь что нам надо найти вот это единственное еще неизвестное нам число все остальное это мы знаем ну давайте выразим значит что тут надо на 4 пи умножить да и того будет значит гамма от 1 2 на гамма 2 штриха от 1 2 равно равно у нас будет гамма штрих от 1 2 в квадрате так гамма штрих от 1 2 в квадрате и плюс пи в кубе делить пополам проверить правильно я решил уравнение вот ну а теперь надо поделить это все на гамма от 1 2 гамма от 1 2 это у нас корень из пи а гамма штрих от 1 2 вот оно вот оно поэтому получится вот что значит гамма 2 штриха в точке 1 2 это будет пи в степени 5 2 пополам пи в степени 5 2 пополам дальше плюс корень из пи умножить на гамму постоянную эллера плюс 2 логарифма 2 и в квадрате вот так вот надеюсь я вас сегодня чему-то удивил что-то новое рассказал наверное у нас там уже так сказать лимит времени исчерпан но я надеюсь что вам понравилось и вот можно это наиболее сильным студентам рассказывать вот как некий новый способ вычисления гамма второй производной гаммы в точке 1 2 но без использования какого-то серьезного аппарата выходящего за рамки изучения курса анализа значит зато при решении этой задачи при таком способе вычисления гамма от 1 2 вот в полной мере проявляется весь аппарат математического анализа собственно который должен быть изучен тут и смотрите и перестановка интеграла и суммы значит разложение в ряд тут и дифференцирование по параметру тут и предельный переход по параметру и гамма-функции вот все сразу студенту который может самостоятельно такую задачу решить можно за счет ставить смело так все тогда значит на сегодня у нас все